МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И сейчас о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три новых случая за сутки. Ждать ли очередного всплеска заражения коронавирусом? В северном районе задержали маньяка. В частном доме обнаружили части тел жертв, убийцы. Новосибирск накрыло смогом и пылью, что быстрее поможет горожанам коммунальная техника или дожди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюс три за сутки. Количество новосибирцев, зараженных коронавирусом, выросло до 135 человек, заявила сегодня заместитель министра здравоохранения нашего региона Елена Аксенова. А полностью вылечились, по ее словам, два десятка пациентов. В мегаполисе на базе 11-й больницы на западном жилмассиве открыли стационар для людей с диагнозом COVID-19. Кроме того, врачи планируют сотрудничать с коллегами из военного госпиталя, на территории которого возводят многофункциональный медицинский центр. Мы абсолютно взаимодействуем с госпиталем. Мы знаем, на каком этапе они находятся сейчас в строительстве. И в настоящий момент они предполагают задействовать свои силы медицинского состава. Если нужна будет помощь и им, и нам, мы здесь повзаимодействуем. По вакцинации приняты предупредительные меры. Мы особенно уделяем внимание о переносе вакцинации гражданам из группы риска, имеющим хронические заболевания, у которых возраст старше 65 лет. И по ним лечащий врач именно решает о переносе вакцинации на другой период. Мужчину, который пропал в Северном районе, нашли убитым. Как стало известно, 16 апреля он ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. А через несколько дней велосипед. Мужчины обнаружили возле одного из домов на улице Шерстобитова. Было установлено, что в день исчезновения 36-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между приятелями на почве алкоголя возник конфликт. Хозяин дома нанес гостю множественные ножевые ранения. После расчленил тело и вынес на придомовую территорию для дальнейшего сокрытия. Части тела криминалисты нашли в уличном туалете и в огороде подозреваемого. В подполе дома, в котором жил предполагаемый убийца, следователи комитета и оперативники полиции обнаружили останки еще двух жертв, а также вещи и окровавленную одежду. Эксперты устанавливают личности погибших. Известно, что задержанный поселился в Северном около 10 лет назад, после того, как освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство родной сестры. Добавлю, что на приусадебном участке мужчины, которого подозревают в серии жестоких убийств, провели раскопки с помощью эскаватора. Местные жители убеждены, что мужчина не только расправлялся со своими жертвами, но и съедал их. К другим темам. В Новосибирске сегодня практически нечем дышать. Дороги и тротуары мегаполиса буквально тонут в пыли. Слабый сухой ветер не сметает ее с дорог, а сносит к обочинам. Оттуда его поднимают воздух колеса автомобилей. В связи с чем в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в мегаполисе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе. Специалисты говорят о первой степени опасности. В области другая напасть. Пожары. Куйбышевский район в эти дни самая горячая территория региона. Там сельхозпалы угрожают безопасности населенных пунктов и лесных массивов. Стремительная весна внесла коррективы в работу разных ведомств. В области уже объявлен пожароопасный режим. Проблемных районов несколько. Чановский, Венгеровский, также Татарский. Министр природных ресурсов Андрей Даниленко заявил, что совокупная площадь термоточек 200 тысяч гектаров. Это рекорд своего рода для середины весны. В прошлом году было в этот период в два раза меньше. Погодные условия очень сильно повлияли. В выходные у нас состоялось наибольшее количество лесных пожаров. Связано это было в первую очередь с сильным метром. Очень активное распространение пожаров было и в Венгеровском районе, в Кышловке, в Куйбышевском районе, в Арабинском. А далее в нашем выпуске расскажем о династии тружеников поля из Баганского района, умной системе, которая следит за любителями поживиться чужим урожаем на дачах и театре на балконе, который в режиме самоизоляции радует зрителя мини-постановками каждую неделю. Оставайтесь с нами. Сверху льет, а снизу топит. В этом году 22-й дом на улице Мира пережил сразу несколько коммунальных аварий. В начале весны квартира заливала через прохудившуюся крышу, теперь прорвало канализацию воды, заполонили подвал. Рассказывает Александр Попов. Уже несколько лет жильцы 22-го дома на улице Мира ведут неравный бой с управляющей компанией. Пока потери лишь со стороны жителей, как материальные в виде постоянных ремонтов в квартирах, так и физические. Приходится дышать плесенью в подъездах пыль, а в квартирах сырость. Плюс к тому, ничего не удается сделать и с незаконными пристройками. СТО как будто подпирает в двух сторон 60-летнюю трехэтажку. Ликвидировать их обещает уже 20 лет. Пока городские власти присматривались, как подойти к сносу, появилось еще и складское помещение. Но главные проблемы барака на улице Мира все-таки внутри. Татьяна Петровна переехала в эту квартиру два года назад и в первую же весну скупила в хозяйственном почти все тазики. Когда весной потоп, ну там за пять минут шесть ведер. Шесть ведер. Представляете, какие тазики тут стояли у меня. Приходилось дежурить ночами. С водой справилась, а вот с плесенью бороться сложнее. Стены отсырели настолько, что вывести грибок практически невозможно. Он в перекрытиях, в соседних квартирах, в подъезде. В последнем, кстати, не то, что коммунальщиков. Уборщиц видят нечасто. В том, с 56-го года, вот сколько здесь, никогда не проводился ремонт подъезда. Своими силами 20 лет назад закупалась краска и звездка. И делалось самостоятельно. То есть жителями подъезда делали. Ставили железную дверь за свои деньги. Здесь все это покупалось за свои деньги. Ремонт никто никогда не делал. А вот жильцам первого этажа достается не только сверху, но и снизу. Подвал спас дом, никого не пускает. Но, судя по слухам, запахам и грибку, который прекрасно размножается по полу и стенам, есть большие проблемы и с канализацией. Вот целая папка у нас. Получается, во все инстанции мы обращались и мэру, и губернатору, и уже контрольный счетная палата, и в прокуратуру написали. Ждем ответ. Сейчас Роспотребнадзор. Во все инстанции мы озвучили. Специалисты управляющей компании наотрез отказались давать интервью на камеру. Но без микрофона объяснили, что канализацию уже починили. На май намечена оцинковка крыши. А дезинсекцию и диротизацию проведут на следующей неделе. Журналисты ОТС постараются проследить, как выполнят обещания. Александр Попов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Новый аппарат для перитениального диализа получили в Новосибирской области. Теперь в регионе 15 человек получают заместительную почечную терапию с помощью циклера. В три раза больше пациентов проводят ручной перитениальный диализ самостоятельно. Почему метод долгое время был мало распространенный, чем он отличается от гемодиализа, узнала моя коллега Наталья Цопина. Елена Карелина человек дотошный. Сначала выясняла, почему заболела амилоидозом. Потом вникала, можно ли обойтись без заместительной почечной терапии. Трансплантацию почки для пациентов с таким диагнозом врачи в то время не рассматривали, а диализа Елена опасалась. Ой, я вообще диализ, так я боялась, особо диализ, там чуть ли в омрак. Я сидела на строгой диете, ни шаг вправо, ни шаг влево была стройна. От мяса отказалась, это все отказалась. Я так боялась диализ, но я поняла, что вообще его бояться не надо. Первым в качестве заместительной терапии был гемодиализ. Три раза в неделю пациентка ездила в специализированный центр, где кровь от токсинов очищал специальный аппарат. Однако перестала работать фистула, сосудистый доступ, сформированный из артерии вены на руке, необходимый для подключения к аппарату искусственная почка. Врачи предложили перейти на перитениальный диализ. Здесь вот раствор, который будет вымывать из меня все токсины. Он делает работу почки каждые пять часов. Елена рассказывает, самое главное в подготовке – соблюдать правила гигиены, чтобы не занести инфекцию. Перейтиниальный диализ – это физиологический, физиологичный такой вид диализа. На гемодиализе у ряда пациентов бывают в ходе процедуры гемодиализа эпизоды снижения давления, что влечет за собой определенные сердечные проблемы, гипертонические кризы. А во время перейтиниального диализа не бывает никаких вот таких катастрофических перепадов артериального давления. Алена Шнырёва выбрала циклер – аппарат для автоматизированного перейтиниального диализа, который работает в ночное время, пока пациент спит. Конечно, лучше ночной. Прибор сам по себе, он немного жужжит, но привыкаешь к нему быстро. То есть первую ночь я беспокоилась, потому что там, ой, жужжит, а вдруг я что-нибудь просплю, вдруг там что-нибудь пережму какую-нибудь трубку. А потом я уже вторую ночь спокойненько спала, то есть привыкаешь к нему, и все равно длина трубки позволяет поворачиваться. В территориальном регистре Новосибирской области 10 тысяч больных с почечной недостаточностью. 60 пациентов выбрали перейтиниальный диализ. Из них у 15 есть такая автоматизированная система. Аппараты пациентам предоставляют бесплатно. Затем, как идет процесс, медики наблюдают дистанционно. Модели с модемом для того, чтобы вся информация о лечении поступала доктору на его персональный компьютер либо любой гаджет, который имеет доступ в интернет. Данные абсолютно обезличены, то есть это никакая не утечка информации. Они хранятся в облаке, я имею, либо какие-то другие доктора, которые проводят лечение, имеют доступ. Медики вспоминают, первых пациентов на перейтиниальный диализ в областной больнице брать начали 15 лет назад. С 2016-го оплата стала в счет средств обязательного медицинского страхования. За прошлый год методику освоили 34 пациента. Это больше половины. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Чуть меньше сотни лет общий трудовой стаж династии Долганевых из Баганского района. Мужчины в этой семье настоящие труженики поля. Затем, как в этом году отцы и дети дружно приступили к посевной, расскажет Дмитрий Белькевич. Сергей Долганев отдал сельскому хозяйству 44 года. Рассказывает, в поле работали отец, брат. Вот и он в 76-м году пришел трудиться в хозяйство Вознесенское. За эти годы повидал многое. И неурожай, и кризис в отрасли, и становление хозяйства. Все пережил достойно. И сейчас продолжает трудовой путь в должности механизатора. Сейчас-то лучше намного. И техника хорошая, современная. Раньше же мы работали на гусеничных токсорах. Пыль, грязь. Ой, дайте вспоминать плохо. А сейчас хорошая техника. Джондиры вот какие. Вон какие комбайны классные стоят. Да нормально. Машины хорошие. К слову, в хозяйстве сейчас доживает свой век и старая техника. В поляны сейчас почти не выходит. Это Кировец. Настоящий трудяга хозяйства Вознесенское. В полях он отработал 30 лет. Хотя про него, правда, шутят, что большую часть времени он проводит в ремонте, нежели на работах. А вот рядышком находится совсем другая техника. Это современный трактор Джондир и за такими аппаратами будущее. На тракторе такой же марки трудится и сын механизатора Сергея Долганева. В хозяйство он перешел 20 лет назад. Сначала поработал шофером, потом отслужил в армии и устроился на завод. Затем вернулся в родное село. Сел за комбайна, теперь на новенький трактор. Техника работает исправно, коллектив слажено. Стабильные условия труда позволили создать семью. К слову, Евгений воспитывает двух детей. Старший, сын, уже проявил интерес к работе в полях. На этом он ни разу не катался. На комбайне, да, и за рулем я давал ему покататься, самому помолотить. Как вы думаете, у тебя по вашим стопам пойдет? Не знаю, но пока ему нравится. Может быть и пойдет. В то же время Евгений признается. Возможно, сын династические традиции продолжать и не будет. Уж больно тяжек труд агрария. В городе проще. Однако есть в хозяйстве и те, кто променял офис в мегаполисе на кабину трактора. Это родина моя, во-первых. Во-вторых, отец мой всю жизнь пахал, всю жизнь сеял. Сейчас он по состоянию здоровья не сможет эту работу делать. Должен кто-то его поменять. На это место прибыл я. Приезжал в отпуск весной, осенью. Сюда с отцом работал. За отца работал. Душу отводил. Чтобы труд был по душе, в хозяйстве ввели стимулирующие надбавки. За последние годы руководство победило воровство. Существенно обновило парк техники. Все это позволило не только сплотить коллектив, но и добиться высокой рентабельности. Сейчас работники хозяйства приступили к первому этапу весеннеполевых работ. А к середине мая аграрии намерены выйти на посевную. Закуплено удобрение. Техника в полях уже работает. Первое наше работа – закрыть влагу. То, что в Кунгинской зоне, это очень важно. Вышли, работаем в плановом режиме. Посевы, техника тоже готовы. Все посевные комплексы. Когда будет отмашка, люди пойдут работать. Произойдет это в середине мая. Главное – не упустить момент, поскольку по прогнозу синоптиков, температура в апреле и мае будет выше нормы. А в июне, возможно, засуха. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубила, Александр Ведерников. Новости ОТС. Резиденты Академпарка разработали систему защиты территории от незваных гостей с воздуха. Забор на даче к квадрокоптеру не помеха, но если незваный гость попытается проникнуть за ограждение, система подаст знак. Сергей Толмачев о том, как именно это работает. Вот такой небольшой квадрокоптер издает звук громкости около 40 дБ. До присущей высоты птичьего полета услышать его можно разве что только над головой. Это невооруженным ухом. Для того, чтобы определить приближение дрона за несколько сотен метров, нужны более чувствительные приборы. Принцип работы – чувствительный микрофон слышит звук дрона за несколько сотен метров и передает сигнал на динамик, который издает громкий звук. Датчики ставят по периметру забора с учетом рельефа местности. На плоскости меньше датчиков, так как у нас нет преломления звука, отражения, переотражения. То есть на самом деле это чистый звук. Если рельеф неровный, допустим, городская застройка, либо какие-то здания, то тут уже, соответственно, звук будет вмешиваться помехи от переотражений сигнала. Вертолет издает звук другой частоты, поэтому система среагирует именно на квадрокоптеры. Работает и при высоких, и при низких температурах. Кроме того, есть и портативные образцы. Мобильный датчик – это такой датчик, который вы можете закинуть с собой в сумку и взять с собой куда-нибудь. Для чего? Например, если вы будете загорать на пляже и не хотите, чтобы вас кто-то увидел. Разработчики оборудования хотели в первую очередь защитить частную собственность. Но оказалось, что проект интересен и тем, кто оханяет периметры за колючей проволокой. Именно дронами туда часто доставляют запрещенные предметы. Оказалось, что даже у нас это актуально. И сейчас, на данный момент, мы взаимодействуем активно с руководством Новосибирской области по исправительным колониям. И они открыты для тестирования и внедрения этих систем на своих территориях. Сейчас одна из задач команды – создать мобильное приложение, чтобы предупреждать о воздушной тревоге по телефону и связать систему распознавания дронов с установкой, которая их блокирует. Тогда квадрокоптер просто не сможет преодолеть воздушный барьер. В Новосибирске появился первый инклюзивный дом моды и творчества. Люди с ограниченными возможностями здоровья учатся там шить предметы одежды. Брюки, юбки, платья – все с учетом потребностей инвалидам разных групп. Мастер-классы проходят бесплатно и в режиме онлайн. Екатерина Стывко побывала в необычном доме моды. Ребята работают над самыми разными изделиями. Ну вот незавершенное изделие – платье на лето. Оно, видите, такое очень легкое, сатиновое. Елена Сухина показывает работы своих учеников. Платье шила слабослышащая девушка, а выкройки для будущего пальто – дело рук ее одногруппницы. Это уже средний уровень, поясняет мастер. Начинающие обычно стартуют с юбок. За курс в 100 часов каждый делает минимум по 5 вещей для личного гардероба. Каворкинг оснащен швейным оборудованием, промышленного назначения. Здесь создаются лекальные хозяйства, которыми потом можно будет также пользоваться при создании одежды. Оборудование позволяет работать с ручным приводом. То есть не пользоваться приводом ножным, а пользоваться кнопкой, которая работает от руки и машина таким образом. Цель домотворчества – помочь освоить ремесло, чтобы в будущем можно было найти работу. Те, кто быстро справляются с азами, присоединяются к разработке и пошиву особой коллекции. Как говорят сами инвалиды, им очень сложно найти подходящую одежду. Специализированной практически нет. Вещи приходится перешивать. В коллекции студии уже больше десятка моделей одежды. Вещи разработаны с учетом потребностей инвалидов. Вот, например, шорты. У них высокая посадка. Есть выточки, чтобы человек, который передвигается на инвалидном кресле, мог комфортно себя ощущать. А вот специальная рубашка для человека, перенесшего инсульт. Ее можно застегивать как с правой руки, так и с левой, так как пуговицы и петельки есть с каждой стороны. Занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья – бесплатные. В группах по шесть человек. Сейчас зал для карворкинга пустует. Ученики на самоизоляции, но работу не бросают. Я научилась за это время кроить одежду, делать более ровные швы, потому что изначально это казалось очень сложным. Сейчас я смотрю видеоуроки. Дом инклюзивной моды продолжает набирать курсы. Сейчас обучение проводят через интернет. На этой неделе стартуют мастер-классы по плетению. Поэтому ждут учеников со всего региона. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. Репетиция онлайн сегодня единственное, что спасает музыкантов от творческого простоя. Об этом в своем видеобращении рассказал главный дирижер Новосибирского филармонического камерного оркестра Алим Шахмаметьев. Поверьте, нам это не просто очень важно, а жизненно необходимо. В условиях этой тотальной изоляции это сейчас единственный путь, единственный мостик от нас к вам. И мы этим очень дорожили. Маэстро пригласил публику на онлайн-трансляцию выступления камерного оркестра из столичной пианистки Полины Осетинской. Сегодня в 8 часов вечера на официальном сайте филармонии. В программе произведения Баха, петербургского композитора Светланы Нестеровой и латвийского автора Георга Пелицеса. Кроме того, оркестр исполнит концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке. Драматическая суть инструмента достигает в концерте Шнитке самой высокой своей комбинационной точки. Главная тема произведения – это мелодия дверного звонка. Что там за этой дверью? На этот вопрос мы постараемся ответить своим исполнением. А в соцсетях день за днем набирает популярность проект «Балкон ТВ», где известные артисты нашего города, находясь на самоизоляции, делятся со зрителями своим творчеством, поют, читают, снимают скетчи на дому. Сегодня в нашем эфире песня от актрисы «Красного факела» Екатерины Жировой. Смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ждать осталось недолго. Екатерина Жирова стала участницей проекта «Телеальманах Победы» на канале ОТС. И увидеть ее в нашем эфире вы сможете уже 9 мая. Не пропустите. А мы также ждем интересные ролики или видеосоветы о том, чем заняться дома на карантине, как поддержать друзей и родных. Присылайте их на почту otsnewsobacomail.ru. Лучшие ролики мы покажем в эфире. А следующий выпуск новостей на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание и до встречи.